Поделитесь лучшими историями из разряда «Чувак просто слетел с катушек». Моя любимая история случилась в моем университете до того, как я поступил туда учиться. Одному студенту назначили четыре разных выпускных экзамена на один день, и ни один из профессоров не позволил ему перенести экзамен. Я учился на довольно тяжелом инженерном факультете, поэтому легко могу представить, под каким ужасным давлением он оказался. В общем, все это довело его, и перед экзаменами у него сорвало крышу. Он заперся в комнате на седьмом этаже одного из наших общежитий, но только после того, как украл все до единого длинные люминесцентные лампы на этаже. Следующие несколько часов он бросал лампочки из окна на людей, машины, на все подряд. И каждый раз, как он делал это, он кричал «Я Зевс, бог Крома!» И после этого наш университет решил ввести правила, позволяющие студентам, у которых на один день назначено более двух экзаменов, переносить их на другие дни. Когда я работала в библиотеке колледжа, у нас была программа обучения о работе с клиентами, во время которой заведующая библиотекой рассказала нам страшные истории о людях, которые реально сходили с ума, из-за того, что слишком много времени проводили за своим исследованием. По ее словам, хуже всех были люди с факультета математики. Один чувак, доктор наук или что-то такое, спятил и начал нападать на людей в библиотеке с молотком. С молотком, черт возьми. Она рассказала, что попыталась остановить его и получила удар тупым концом тяжелого металла по голове и плечам. Она обильно истекала кровью, когда повалила его на пол. Она рассказала об этом случае совершенно буднично и, по-видимому, не осознавая, насколько это отвязная история. В общем, я работал в службе проката автомобилей. Это случилось накануне выборов в Нью-Гэмпшире в 2007-м. У нас было безумное количество работы. Очень много репортеров, активистов, сотрудников предвыборных штабов и прочих понаехало в наш город. Нам даже пришлось удвоить наш автопарк. В общем, Хилари Клинтон устроила предвыборное мероприятие в фитнес-клубе через дорогу от нас, буквально напротив нашей закрытой парковки, оснащенной дорожными шипами. Мы и так были забиты до отказа, машины некуда было ставить. Люди видели, как наши водители заезжали на нашу закрытую парковку и думали, что они тоже могут здесь припарковаться. Но это было не так. Наша парковка была плохо освещенной, без нормальных разметок, наполовину занесена снегом и переполнена машинами. В итоге они заезжали на парковку, так как наш сенсор был настроен так, что он автоматически впускал любую машину, но выехать можно было только с помощью специального кода. Мы увидели, что две-три чужие машины успели заехать к нам до того, как мы поняли, что за фигня тут происходит. В общем, нам пришлось выгнать их всех, и тут один очень крупный чувак будто с цепи сорвался. Он был ростом под 2 метра, лет 60-65 и худой как жерть. Он начал бить по капоту своей машины и кричать, «Почему я не могу оставить ее здесь? Вы нарушаете демократию! Вы фашисты!» Пока мой коллега пытался объяснить ему, что все это не имеет значения, он просто не имеет права оставлять свою машину на нашей парковке. Парень начал бить по своему окну, пока оно не треснуло, и он начал кричать, «Полюбуйтесь, что вы наделали!» Затем он запрыгнул в машину и попытался уехать. Он добрался до выхода, и его пассажир вышел и схватился за перекладину, пытаясь сделать так, чтобы он не наехал на шипы. Но он наехал прямо на шипы, и все 4 колеса лопнули. Он выскочил из машины, начал в ярости кричать что-то бессвязное, затем просто ушел, оставив свою машину на месте. Нам пришлось вызвать эвакуатор, чтобы его машина не мешала нашим машинам выезжать. Я слышал эту историю от моего отца. Это произошло, когда он служил в армии в Анголе. Он служил в силах обороны ЮАР. Один из не очень крупных и слабоватых парней из его подразделения внезапно сошел с ума, как настоящий Халк, начал бессвязно кричать и разбрасывать вещи повсюду. Другие парни из подразделения попытались повязать его, но он раскидал их так, будто они были пушинками. В общем, в конце концов, его доставили к доктору, и оказалось, что жук попал в его ушной канал и начал его грызть изнутри. Когда жука извлекли, он полностью пришел в норму. Оказывается, если в ухо человека попадают насекомые, он может превратиться в Халка. Я была в ресторане Вафл Хаус в два ночи, когда какой-то тощий мужик с длинными седыми волосами вошел и сел за один из столиков. К нему подошла официантка, чтобы взять заказ, и он крикнул «Не нужна мне никакая долбанная еда». Он сидел около минуты, затем вышел курить сигарету, и все то время, что он стоял снаружи, он просто разговаривал с собой. Затем он вернулся и сказал «Где б***я моя еда?». Официантка сказала ему, что он ничего не заказывал, и тогда он сказал, чего хочет поесть. Пока еда готовилась, он вытащил огромный нож и начал лизать его, уставившись на официантку. После этого она решила вызвать копов, и когда они приехали, он сразу спрыгнул со своего стула, забежал за стойку и крикнул «Позвони в полицию!». На что копы ответили «Мы и есть полиция». Они ударили его электрошоком и надели на него наручники. У меня на работе рассказывают историю об одном из наших сотрудников. Это очень дружелюбный, спокойный, приятный парень. Говорят, что много лет назад, когда он очень много работал сверх нормы, он попытался взять банку супа из торгового автомата, но она застряла. Говорят, он с очень спокойным видом вернулся с молотком, разбил стекло, затем уселся и начал есть свой суп. Ему дали несколько недель отпуска, и он до сих пор работает у нас. Пару недель назад я сидела рядом с торговыми автоматами, когда он подошел и выбрал суп. Банка снова застряла. Я очень сильно занервничала, но он просто ушел. Когда я учился в пятом классе, в нашем классе был ученик, у которого была репутация проблемного ребенка. Во время перемен он вынужден был идти в туалет один, после всех, потому что однажды он подошел ко мне, когда я стоял у писсуара, и начал тыкаться в меня своей областью паха. Он постоянно делал что-то такое. Однажды мы на уроке выполняли какое-то задание, когда учительница вызвала его к своему столу. Я по сей день не знаю, что она сказала ему. Знаю лишь, что через секунду я услышал, как он кричит во весь голос, а затем он бросился прочь из кабинета. На его пути попалась кафедра. Он поднял ее и бросил, чуть не попав в меня. Она пролетела где-то в 30 сантиметрах от меня. Чел продолжил бежать к двери, опрокидывать столы и все, что попадалось ему на пути. Он выбежал в коридор и содрал со стены огромный арт-объект, который мы повесили туда. После этого учительница наконец встала и пошла в его сторону, прямо перед тем, как он столкнул с лестницы гардеробную вешалку. Она была на колесах. После этого мы не так часто видели его. Он время от времени возвращался в школу, но в конце концов делал что-то наподобие этого и затем снова пропадал. Последний раз я видел его примерно в средних классах. После этого мы шутили, что он чуть не убил меня. Несколько месяцев назад его показывали по всем новостям, потому что он убил девушку. Прошлым летом я довольно поздно зашла в Такобелл недалеко от Юнион Сквер в Нью-Йорке. Зашла и не была удивлена ни тем, как там было грязно, ни тем, как было шумно, ни тем, какой там творился хаос. Люди просто смеялись, кричали друг к другу и кидали мусор в разные стороны. Это напоминало сцену из фильма, но казалось, что просто люди то тут, то там вполне добродушно дурачатся. И вдруг какой-то чувак открыл дверь пинком, начал хватать стулья и бросать их в разные стороны. Он реально бросал их по всему помещению. Кажется, у него было около четырех удачных бросков и еще несколько послабее. Он подошел к стойке, затем чувак за стойкой достал откуда-то снизу биту и кинул на парня взгляд, который говорил «Не заставляй меня воспользоваться ею». Затем безумец просто накричал на всех и выбежал, а все вернулись к своим предыдущим занятиям. Я был на вечеринке в доме друга в конце 80-х. Какой-то чувак гигантского роста, которого никто из нас не знал, расхаживал вокруг с почти пустой бутылкой текилы. Он был такой крупный, и его рассудок был помутнен из-за алкоголя. Он решил докопаться до моего друга, совершенно безобидного, невысокого и худенького парня. Гигант внезапно приблизился к мелкому, вытащил из ниоткуда швейцарский армейский нож и ударил его в бок мелкому. Все это произошло так быстро, что никто не смог бы остановить его. Прежде чем я успел взять мою девушку и покинуть помещение, хозяин дома появился с револьвером 38-го калибра, снял с предохранителя и крикнул «Хорошо, давайте выбьем дерьмо из этого придурка». Я поскорее свалил оттуда. С мелким окровавленным другом в итоге все было в порядке, обошелся парой швов. Понятия не имею, что случилось с гигантским идиотом с ножом. Я стоял за диджейским пультом в стрип-клубе, где я работаю. Огромный чувак, один из тех, кто любит поднимать все, что попадается под руку и бросать это, который смахивал внешне на мексиканца, пуэрториканца, бразильца или другого латиноамериканца, вытащил свой телефон и начал фотографировать девушек. Один из вышибал подошел к нему и объяснил, что он не имеет права так делать, что он должен убрать телефон, иначе его у него отберут. Парень кивнул и убрал телефон. Через 20 минут он снова начал это делать. Вышибала подошел к нему, схватил его телефон и ушел. Чувак взбесился. Он встал, начал что-то кричать на испанском, опрокинул два стола и показал пальцем на вышибалу, который отобрал его телефон. Вышибала подошел к нему, чтобы разобраться с ситуацией, и парень швырнул его через весь клуб. Он продолжил бушевать, но его время резко подошло к концу. У нас есть вышибала-африканец, 2 метра и 130 килограммов чистых мышц. А еще у него черный пояс, и он хорошо обученный боец ММА. Он подкрался к парню сзади, схватил его мертвой хваткой и примерно через 8 секунд бросил парня на пол. Вышибала наклонился, схватил парня за ремень брюки, поднял его тело с пола одной рукой, посмотрел на всех, крикнул «Дерьмо улажено!» и пошел к выходу, продолжая держать парня одной рукой. Чувак напоминал спортивную сумку в форме человека. Я работал в большом зоомагазине в отделе мелких животных и рыб. Половине сотрудников моего отдела было плевать на животных. В общем, мы пытались ставить в смену ответственного человека в пару с безответственным, в надежде, что таким образом все задачи будут выполняться. Как-то раз я пришел на вторую смену, и ко мне сразу подбежала ответственная сотрудница. Оказалось, что ее напарник буквально слетел с катушек и скормил кучу разных животных паре степных варанов. Он сделал это открыто перед людьми и их детьми. Обычно мы кормили змеи живыми мышами в подсобке. В итоге степные вараны съели, зяблика, пару анолисов, мышь, хомяка, крысу-сфинкса, детеныша, и один бог знает кого еще. Он попытался скормить им тарантула, но они не стали его есть. Мне кажется, он был под воздействием чего-то. Его уволили. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Становитесь нашим патроном по ссылке в описании и слушайте наши выпуски фоном, без рекламы и цензуры. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok